Спорные моменты удаления и сломанные клюшки. Атмосфера на ледовой арене в эту субботу была напряженной. Соперники не отдавали друг другу преимуществ на протяжении всех трех периодов. Счет открыл хоккейный клуб «Саров». Андрей Калашников отправил шайбу в ворота соперника на 10-й минуте игры. Уже на 11-й минуте хоккейный клуб «Спарта» сравнял счет. Первый период завершился ничьей 1-1. Второй период закончился со счетом 3-3. Победитель не определился и к концу основного времени. Соперник хороший, мы с ним не первый раз играем. Всегда игры очень напряженные получаются. Достойно играли. Я еще раз повторюсь, могли они выиграть в основное время, могли мы выиграть в основное время. Но мы сейчас получается 7 игр сыграли, вот эта седьмая игра была. Одну игру проиграли. Ну и вот здесь очки потеряли. Дополнительное время также не изменило ситуацию. Судьбу матча решила серия буллитов. Здесь забил победный гол и вырвал победу у Сарова Валерий Жуков. Счет буллитной серии 2-3. Мы начали не очень хорошо, развалочку. Потом собрались, добавили в движение. Неплохая игра, там очень приличная команда. Ну и в конце буллит эта лотерея. Не хватило мастерства. В целом неплохо. Особых претензий так нет никому. Молодцы, пацаны старались. Несмотря на поражение, первая домашняя игра нашей команды в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею принесла первое долгожданное очко в турнирной таблице. Впервые за долгое время хоккеистов могли поддержать зрителей на трибунах. Согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, посидеть это мероприятие могло не более ста человек. Настроение крутое. Игра сложная, довольно сложная. Соперники тоже непростые. Наши победят и наши крутые. Игра впечатляет, конечно. И соперник серьезный. В АЧИ там, можно сказать, сборная область играет, ребята. Они, конечно, более серьезные соперники. Но наши тоже не сдаются. Молодцы. Следующая игра пройдет 6 февраля. Хоккейный клуб «Саров» встретится на своем льду с хоккейным клубом «Кстово» в 13.00. Продажи билетов стартуют 2 февраля на платформе «Умный Саров». Если не все билеты будут проданы онлайн, то их можно будет приобрести в кассе в день матча с 12 до 13.00. Канал «16» традиционно будет транслировать встречу в прямом эфире. Игру можно будет увидеть в наших социальных сетях, официальном канале в YouTube и на телеканале «Саров-24». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».